Очень важно понять, что если вот эту божественную чистоту семьи, дома родного мы забыли, то надеяться на то, что эта божественная чистота в нашей семье появится, очень сложно. Люди часто думают, что что-то у нас не хватает вот этой вот чистоты в отношении, а она инициируется сверху. Вот есть такое слово «инициация» или «посвящение». «Посвящение» означает просто, что тебе спускается какая-то сила от Бога. И часто люди думают, что «посвящение» — это означает какая-то удача какая-то. Допустим, ты куда-то попадаешь, в какое-то место там какой-то человек такой есть волшебный, и если ты у него попросишь, он тебе сделает посвящение, и у тебя будет всё классно тогда в жизни. «Посвящение» — это просто способность понять, что есть вот эти вот божественные вещи, которые живут, существуют в жизни. И они существуют, тебе уже даны от природы. Просто ты их прими, узнай, что это есть, поверь в это, и потрудись своим сердцем, чтобы восстановить эту память. Допустим, если человек уважает своего отца, то он таким образом получает посвящение на социальную силу. Допустим, есть люди, у которых очень большая социальная сила. Это означает отцовская благодать. Люди в высокое положение в обществе занимают, или о них заботится начальник, продвигает их. Это называется отцовская благодать. Отцовская благодать в сердце приходит, если ты чистое, светлое помнишь о своём отце. И что-то чистое, светлое для отца сделал. Даже если отец твой может быть алкоголиком, не имеет значения. Всё равно надо вспоминать, что хорошее он жизнью для тебя сделал, потому что любой отец что-то хорошее для своего сына всегда делал. Если вы это вспоминаете, значит, вы видите, как Бог действует через него. И вы, когда это божественное чувство в отце вспоминаете, тогда вы почувствуете божественное в любом начальнике, в любом старшем, в любом наставнике и так далее. И таким образом, вот эта благодать силы человеческой, способности иметь сильное положение, внутреннюю силу, она спускается на человека. Но если вы видите только боль в отношениях с отцом, не понимаете, что Бог через него действовал, тогда никакого положения в обществе. Не будет так же и у вашего мужа продвижения. То есть нужно понять, что это инициация. Инициация проходит, когда ты сердце готово. Если ты хочешь, чтобы вот эта сила, отцовская сила, то есть статуса в обществе, сила защиты твоего положения, твоего достоинства, чтобы эта сила спустилась к тебе в жизни, нужно уважать отца. Причем уважение к отцу, это не означает, что ты должен делать все так, как он говорит. Допустим, отец говорит, выпей со мной, а ты не пьешь. Не обязательно с ним пить. Надо согласиться, сказать спасибо, отец, что ты заботишься обо мне. Но как бы я не смогу выполнить твое желание. Потому что я как бы решил не пить. И если ты даже считаешь меня как бы глупым ребенком, ну я все равно буду следовать этому правилу, потому что у меня есть также своя жизнь. Можно отцу объяснить, что вот это я не смогу сделать, но при этом не отказываться от его мнения. Потому что человек должен знать, что родителям важно, что вы их уважаете, их мнение. Потому что, допустим, он говорит, вот так надо делать. Говорит, да, иди ты, это все уже, да, пройденный момент, это все устарело, сейчас люди все вот так делают, живут. Допустим, у вас есть более возвышенно сильное знание, вы ему расскажете, не буду я этим следовать. Ну тогда получается, что вы божественное, не чувствуете в своем отце. Потому что с отцом своим так нельзя разговаривать. То есть ему надо сказать, папа, я очень уважаю твое мнение, спасибо большое тебе за то, что ты меня наставляешь, за то, что ты мне даешь знания. Я буду стараться тебя понять, но пока вот у меня такие взгляды, что я могу сделать. И это нормально. Вот это нормально, понимаете? Но если вы смеетесь над мнением старших, тогда Бог с вами будет разбираться. Или с нами. Со всеми, кто так делает. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok